В Донбассе прошел форум защиты русских, права и свободы. Опять было сказано много правильных слов. А вот на деле, когда форум этот проходил, опять ранили мужчину на окраине Донецка. Сегодня утром опять долбили горловку 152 калибр. Разница до сих пор преломляет сознание между словами и между тем, что происходит в реальности. Давай начнем со следующего. Вот на форуме присутствовал депутат Государственной Думы. Один из, который сказал, вот я сегодня проснулся под звуки канонады. И он с таким вот и сказал сочувствием к сидящим в зале и к жителям республики, которые каждый день практически просыпаются под звуки канонады. И семь лет терпят беззаконные, безнаказанные убийства с осуществляемой украинской стороной. В тот момент ты выходил на форуме, я подошел к микрофону и сказал, что семь лет длится абсолютное беззаконие. Это абсолютное беззаконие по отношению к нам вызвано одной простой причиной. Нашим излишним миролюбием, наше соблюдение минских соглашений, бесконечных перемирий в одностороннем порядке является ничем иным, как подстрекательством противника к кровопролитию и беззаконию, в котором мы пребываем уже семь лет. Как выйти из этой ситуации, мы об этом поговорим позже. Далее. Мониторинг украинских форумов, радиоперехваты свидетельствуют о страшной для нас вещи. Они перестали бояться. Они, наши бездействия и наше стремление уменьшить кровопролитие, наше соблюдение перемирий в одностороннем порядке, опять-таки, воспринимают как подстрекательство их, как мандат, который мы им даем на убийство наших же собственных детей. Они просто откровенно в эфире смеются. Вот в последний раз, когда Россия сядила войска к границам Украины, они хохотали в эфире. Да, сейчас попугают и уйдут. 23 число. Шойгу отдают приказ отвезти войска. Все. Это значит, что такая ситуация может длиться до бесконечности. Я напомнил слова нашего президента, лучшего президента лучшей страны, Владимира Владимировича Путина, который некогда в другой ситуации сказал слова, бесконечно для нас актуальны сейчас. Мы будем уничтожать террористов в любом месте, где мы их поймаем. Поймаем в сортире, замочим в сортире. Так вот, украинская постмайданная власть коллективный террорист. Разве нет? Коллективный террорист, который эту страну превратил в какой-то гибрид с сортира армейской барахолки и камеры пыток для русских. Решить эту проблему можно только военным путем, уничтоживая коллективного террориста. Иначе это будет длиться до бесконечности. Я напомню еще то, о чем говорилось на форуме. с пафосом, восторгом и желанием отчитаться перед Москвой за наше достижение на данном фронте. В республиках уже полмиллиона граждан Российской Федерации. И вот эти граждане Российской Федерации, когда... Мы, кстати, никогда не стараемся не исследовать моменты убийств наших мирных жителей. Сколько из тех, кто убит за тот момент, когда люди стали получить российские паспорта, уже являются гражданами Российской Федерации? Мы об этом не говорим. А когда здесь все станут гражданами Российской Федерации, украинцы продолжат убивать, что мы этим людям ответим на вопрос? Если русские своих не бросают, то почему нас продолжают убивать? И как это обрушит рейтинг России? И как это подорвет доверие к властям республики, к властям Российской Федерации? То есть назрелая ситуация, когда с этим можно что-то делать. Если неведомые нам геополитические и всякие иные причины не позволяют решить проблему кардинально и взять левобережье Украины, потому что просто выйти к границам административных бывших областей – это не решение проблемы. Будет то же самое, что происходит сейчас на линии разграничения, только в отдалении от Донецка и Луганска. И опять-таки это будет работать на укрепление Украины и на усугубление негатива в отношении России. Но тогда остается один вариант либо признания, либо присоединения. О присоединении мы уже перестали мечтать. Может быть, рассматриваются такие варианты через повторный референдум хотелось бы. Но признание вполне возможно. Признание обеспечит прямую военную помощь нам и тогда достаточно жесткую ответку. Такую ответку, после которой не то что огневой расчет убившей ребенка, старика, женщину, а так сразу взвод, рота, батальон. Мы умеем. У нас есть такие средства уже. Мы можем давать такую ответку, чтобы просто после каждого единственного выстрела в нашу сторону был ликвидирован как минимум батальон противника. Вот тогда они сами запросят о пощаде и будут кричать своим политическим руководителям. Все, 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 договаривайтесь. Потому что мы знаем, что безнаказанность порождает беззаконие кровавое. И остановить беззаконие можно только наказав беззаконника. Другого способа нет. И, кстати, вот я с Давича беседовал с бойцом, я не знаю, ты его знаешь или нет, позывной циклоп, еще наш ветеран, ныне офицер по работе с личным составом, он прошел всю войну вместе со мной, боевой соратник, сейчас на одном из важнейших направлений республики. Он говорит, я каждый день своим бойцам, а через них жителям республики и жителям всей России напоминаю слова величайшего, непобедимого полководца Александра Васильевича Суворова. Если вы любите своих ближних, если вы ненавидите войну, вы должны добить врага, чтобы следом за одной войной началась другая. Мы не добили врага в 2014 году, и это, все, что происходит, это всего лишь следствие, следствие, следствие. И это может длиться, опять-таки, бесконечно долгое время. Будут погибать наши люди, а в первую очередь мы знаем, что погибают мирные граждане, потерь среди них гораздо больше, чем среди военнослужащих. И оправданий этому нет. Пора уже прямо об этом говорить. Нет у этого никаких оправданий. Дальше на форуме были заявлены всевозможные программы гуманитарной помощи русскоязычным, русским, живущим на территории Украины. Не смею вообще оспаривать, кто я такой, чтобы сомневаться в решениях руководства. Но помощь эта будет крайне неэффективной. Мы знаем почему. Потому что спецслужбы, не только украинские, работают там очень плотно. И они прекрасно понимают, что они имеют этот опыт гуманитарной работы с населением, горизонтальных связей, с общественных организаций некоммерческих. Они все знают, прозрачные, рентгеновские. Они никогда не допустят, чтобы мы этими средствами воспользовались. То есть те люди, которым мы будем помогать, они будут выявляться и уничтожаться. обезвеживаться. Не знаю, насколько это достоверно, но это вполне могло быть. Это просто вытекает из ситуации, что той помощью, которую мы будем оказывать и оказываем жителям той стороны, воспользуется противник. Самых простых элементарных вещей, когда они приезжают получать денежную помощь, а потом говорят «Слава Украине», улыбнувшись и уходят к себе. Да, то, что людей под видом нуждающихся в помощи, наших сторонников будут засылать сюда спецслужбы. Кому мы будем помогать? Как мы будем помогать? В результате это приведет к большим материальным, репутационным потерям для нас. Это мое мнение. Я не оспарю решение руководства. Далее. Мы знаем, что республика все свои экономические и прочие иные кризисы преодолела, но уровень жизни, в том числе благодаря этой непрекращающейся войне, крайне невысок. У нас много людей, нуждающихся в помощи. Раненых бойцов, людей, потерявших жилье, людей, у которых работа не позволяет существовать на достойном уровне. Им нужно помогать в первую очередь. Остаточно уже жителям территории.